Ги-де-мо-пасан. Плутня. Это женщины-то? Ну и что же, что женщины? А вот что, нет более искусных фокусников, которые сумели бы провести нас по любому случаю. С тем или иным умыслом или без всякого умысла, и нередко обмануть из одного только удовольствия. И они обманывают с невероятной простотой, с поразительной смелостью, с неоспоримой тонкостью. Они плутуют с утра до вечера, и все решительно, все, вплоть до самых честных, самых правдивых, самых умных. Добавлю, что иной раз их к этому вынуждают. Мужчина всегда упрям, как дурак, и прихотлив, как тиран. У себя дома муж ежеминутно нелепо капризничает. Он полон вздорных причуд, обманывая, жена лишь потворствует им. Она уверяет его, что та или иная вещь стоит столько-то, так как он завопил бы, если бы она стоила дороже. И обычно она ловко выпутывается из беды с помощью таких легких и хитроумных средств, что мы руками разводим, когда случайно обнаруживаем обман. И в изумлении спрашиваем себя, да как же это мы не заметили. Говорил это бывший министр империи, граф Эл. По слухам, большие повеса и человек выдающегося ума. Группа молодежи слушала его. Он продолжал. «Меня обманула смешным, но и поучительным образом одна скромная мещаночка. Я расскажу эту историю вам в назидание. Я был тогда министром иностранных дел и имел привычку подолгу гулять каждое утро по Елисейским полям. Дело было весной, и я прохаживался, жадно вдыхая чудный аромат первой листвы. Вскоре я заметил, что ежедневно встречаю прелестную женщину, одну из тех поразительных и грациозных созданий, что носят на себе отпечаток Парижа. Была ли она красива? И да, и нет. Хорошо ли сложено? Нет, лучше того. Пусть её талия была слишком тонка, плечи слишком прямы, грудь слишком выпукла, но я предпочитаю таких прелестных пухленьких куколок крупному остову Венеры Милоской. К тому же они неподражаемо семенят ножками, и одно только подрагивание их турнюра вызывает в нас страстные вожделения. Казалось, будто она мимоходом меня оглядывает, но в подобных женщинах мало ли что покажется, и никогда нельзя быть ни в чём уверенным. Однажды утром я увидел, что она сидит на скамье с раскрытой книгой в руках. Я поспешил сесть рядом с нею. Не прошло и пяти минут, как мы подружились. В последующие дни после сопровождаемого улыбкой приветствия «Добрый день, сударыня!» «Добрый день, сударь!» Завязывалась беседа. Она рассказала мне, что замужем за чиновником, что жизнь её уныла, что развлечений мало, а забот много и так далее. Я сказал ей, кто я такой. Это вышло случайно, а, быть может, из тщеславия. Она весьма удачно притворилась удивлённой. На другой день она зашла ко мне в министерство и стала затем приходить так часто, что курьеры, узнав, кто она такая, сообщали друг другу при её появлении имя, которым мы её окрестили. Мадам Леон. Так зовут меня. Я встречался с ней ежедневно, по утрам в течение трёх месяцев, ни на минуту не присытившись ею. Так умела она разнообразить и обострять свои ласки. Но однажды я заметил в её глазах страдальческое выражение и блеск от сдерживаемых слёз. Заметил, что она еле говорит, охваченная какой-то скрытой тревогой. Я просил, заклинал её поведать мне причину беспокойства, и, в конце концов, она вздрагивая пролепетала. «Я… я беременна». И разрыдалась. «О, я скорчил ужасную гримасу и, надо полагать, побледнел, как обычно бледнеют при таких известиях. Вы не представляете себе, какой неприятный удар в грудь получаешь при сообщении о подобном нежданном отцовстве». «Но рано или поздно вы познаёте все это». Я пролепетал. «Но… но ведь ты же замужем, не так ли?» Она ответила. «Да, но муж месяца два, как в Италии, ещё долго не возвратится». Я хотел во что бы то ни стало избавиться от ответственности. Я сказал. «Надо сейчас же ехать к нему». Она покраснела до корней волос и, опустив глаза, ответила. «Да… но…» Она не решалась или не хотела договорить. Я понял и деликатно вручил ей конверт с деньгами на путевые расходы. Неделей позже она прислала мне письмо из Женевы. На следующей неделе я получил письмо из Флоренции. Затем из Ливорна, Рима, Неаполя. Она писала мне. «Я чувствую себя хорошо, дорогой мой, любимый, но выгляжу ужасно. Не хочу показываться тебе на глаза, пока всё это не кончится. Ты меня разлюбишь». Муж ничего не подозревает. Командировка удержит его в этой стране ещё надолго, и я возвращусь во Францию только после родов. Приблизительно в конце восьмого месяца я получил из только два слова. «Это мальчик». Несколько позже как-то утром она стремительно вошла в мой кабинет, свежее и красивее, чем когда-либо, и бросилась в мои объятия. И наша былая любовь возобновилась. Я покинул министерство, она стала приходить в мой особняк на улице Гринель. Она часто говорила со мной о ребёнке, но я еле слушал её. Это меня не касалось. По временам я вручал ей довольно крупную сумму, говоря только. «Положи это на его имя». Прошло ещё два года, и всё чаще и настойчивее заговаривала она со мной о мальчике, о Леоне. Иногда она плакала. «Ты не любишь его, не хочешь даже повидать его. Если бы ты знал, какое горе ты мне этим причиняешь». Наконец она до того извела меня, что однажды я обещал ей пойти на следующий день на Елисейские поля, в тот час, когда она поведёт гулять сына. Но в тот момент, когда мне надо было идти, меня удержал страх. Человек слаб и глуп. Кто знает, что произойдёт в моём сердце. А вдруг я полюблю это маленькое существо, рождённое от меня, моего сына. Я стоял в шляпе, с перчатками в руках, и окинул перчатки на письменный стол и шляпу на кресло. «Нет, решено. Не пойду. Это будет благоразумнее». Дверь распахнулась. Вошёл мой брат. Он протянул мне полученное утром анонимное письмо. «Предупредите графа Эл, вашего брата, что дамочка с улицы Классет нагло издевается над ним. Пусть-ка он наведёт о ней справки». Я никогда никому не говорил об этой давнишней любовной связи. Я был поражён и рассказал брату всё сначала до конца, добавив. «Я лично не хочу этим заниматься, но, будь ты так любезен, пойди и разузнай». Когда мой брат ушёл, я подумал, в чём же она могла меня обманывать? Имеет другого любовника? А какое мне дело? Она молода, свежа, красива. Ничего большего от неё я и не требую. Она, по-видимому, любит меня и, в конце концов, не слишком дорого мне обходится. Право, ума не приложу. Мой брат возвратился быстро. В полиции ему сообщили прекрасные сведения о муже. Чиновник Министерства внутренних дел корректен, на хорошем счету, благонадёжен, но женат на очень красивой женщине. Издержки которой, кажется, не вполне соответствуют его скромному положению. Вот и всё. Тогда брат мой разыскал её квартиру и, узнав, что её не дома, развязал деньгами язык привратницы. Госпожа Д. Прекрасная дама и муж её прекрасный человек. Небогатый, но и немелочный. Брат спросил, чтобы сказать что-нибудь. Сколько теперь лет её маленькому сыну? Да у неё вовсе нет сына, сударь. Как нет? А маленький ли он? Нет, сударь, вы ошибаетесь. Тот, который родился у неё во время её путешествия по Италии, года два тому назад. Она никогда не бывала в Италии, сударь, и не покидала этого дома в течение всех пяти лет, что проживает здесь. Мой брат, поражённый, продолжал расспрашивать, выведывать, вести дальше свои расследования. Ни ребёнка, ни путешествия не оказалось. Я был чрезвычайно удивлён, но не понимал конечного смысла всей этой комедии. Я хочу вполне удостовериться и успокоиться. Я попрошу её прийти сюда завтра. Прими её вместо меня, если она меня обманула, вручи ей эти десять тысяч франков, и больше я с ней не увижусь. Да, и на самом деле всё это начинает мне надоедать. Поверите ли, всего лишь накануне сознание, что у меня есть ребёнок от этой женщины, приводило меня в отчаяние. Теперь же я был раздражён, престижен, оскорблён тем, что его у меня уже нет. Я оказался свободным, избавленным от всяких обязательств и беспокойств, и, тем не менее, приходил в бешенство. На другой день мой брат поджидал её в моём кабинете. Она вошла. По обыкновению оживлённая, подбежала к нему с раскрытыми объятиями и остановилась, разглядев его. Он поклонился и извинился. «Прошу извинения, сударыня, что нахожусь здесь вместо моего брата. Он поручил мне попросить у вас объяснений, лично получить, которые ему было бы тяжело». Затем, глядя ей в глаза, он резко произнёс. «Нам известно, что у вас не было от него ребёнка». После первого изумления она овладела собой, села, улыбнувшись, взглянула на своего судью и спокойно ответила. «Да, у меня нет ребёнка». «Нам известно также, что вы никогда не бывали в Италии». На этот раз она рассмеялась от всей души. «Да, я никогда не бывала в Италии». Мой брат, ошеломлённый, продолжал. «Граф поручил мне передать вам эти деньги и сказать вам, что всё кончено». Она снова сделала серьёзной, спокойно сунула деньги в карман и простодушно спросила. «Значит, я больше не увижу графа?» «Нет, сударыня». Это, видимо, раздосадовало её, и она совершенно спокойно добавила. «Тем хуже, я его очень любила». Видя, что она так быстро примирилась с судьбой, мой брат, улыбнувшись, спросил её, в свою очередь. «Скажите мне теперь, для чего вы придумали всю эту долгую и сложную плутню с путешествием и ребёнком?» Она удивлённо взглянула на моего брата, как будто он задал глупый вопрос, и ответила. «Ах, это просто хитрость. Уж не полагаете ли вы, что бедная ничтожная мещаночка, вроде меня, способна была в течение трёх лет удерживать графа Эл, министра, важного господина, светского человека, богатого и обольстительного, если бы она чем-нибудь не привязывала его к себе. Теперь всё кончено, тем хуже. Вечно так быть не могло, но в продолжении трёх лет мне всё же удавалось удержать его. «Передайте ему мой искренний привет». Она поднялась, мой брат продолжал спрашивать. «Ну а ребёнок, он был у вас подставной?» «Конечно. Ребёнок моей сестры. Она давала его мне на время. Держу пари, что это она вам выдала меня». «Хорошо, все эти письма из Италии». Она снова села, чтобы волю посмеяться. «Ой, эти письма, это целая поэма. Ведь не даром же граф был министром иностранных дел. Ну а дальше?» «Дальше это мой секрет, я никого не хочу компрометировать». И поклонившись, с несколько насмешливой улыбкой она вышла ничуть не смущаясь, подобно актрисе, роль которой окончилась. И граф Эл добавил в виде норовоучения. Вот и доверяйте подобным птичкам.